Начнем мы с небольшого интерактива, чтобы переключиться после кофе-брейка обратно к нашей секции. И вот предыдущие спикеры говорили очень интересные темы, user experience, чат-боты, контент-маркетинг. Очень интересно было, это то будущее, которое уже стало настоящим. И возник вопрос, а вы, наверное, уже не пользуетесь бумажными деньгами. Понимите руки, у кого есть с собой бумажные деньги. Достаточно много, да? Проведем маленький эксперимент. Я раздам ручки, такие бумажки, напишите немножко, у кого сколько денег. Ну, можете о себе немножко написать. Как вас зовут? Передайте, пожалуйста, дальше. Давайте я раздам бумажку. Кто готов? Ну, хорошо, чтобы не задерживать нашу презентацию, я начну. Вы пока заполняйте, я потом соберу эти данные и в конце посмотрим, у кого сколько с собой бумажных денег. Вопрос действительно очень интересный. Я, Алексей Заленский, представляю компанию корпусов 24, наша компания облачный провайдер. Ну, я думаю, вы знаете нашу компанию. Да-да, еще раз всем привет. Меня зовут Алексей Заленский, компания корпусов 24. Я в данной компании отвечаю за вопросы информационной безопасности, в том числе вопросы, касающиеся персональных данных, и в том числе вопросы, касающиеся персональных данных наших клиентов. Ну, уже, ничего себе. Да, одну секунду. Да-да-да. Три тысячи рублей. Да, пожалуйста. Так, я вам не сильно помогу, у меня тоже. Три тысячи. Три пятьсот. Три пятьсот. Три триста. Считаем? Ну, посчитаем позже. Я думал, что так быстро не посчитать. Три пятьсот. Двенадцать. Три пятьсот. В принципе, в некоторых рамках от пятисот до двенадцати, вот в целом я смотрю, колеблется значение наличных денег. Ну, вот интересно, но при этом, смотрите, некоторые написали, как зовут, имя, фамилию, компанию даже некоторые указали, даже должность, веб-разработчик. Все это, по сути дела, ваши персональные данные. Я вот даже ради эксперимента сфотографирую, с вашими персональными данными выложу в Facebook. Так, на секунду. Сделаем селфи. Позже выложу в Facebook. После презентации сразу же. Вот. Это называется утечка персональных данных. Конечно, здесь вы сами предоставляете информацию, и от этого вас уберечь мало кто может, кроме вас самих. Но если мы говорим о персональных данных, размещаемых клиентов, сотрудников компании, где бы то ни было, в информационной системе компании, либо в облаке, то здесь их обеспечить сохранность вполне возможно. И это делается нашей компанией в том числе. И я расскажу, как мы это делаем. Кому будет интересен данный доклад? Я считаю, что он интересен практически любой компании, потому что почти все компании уже начинают пользоваться облачными технологиями, и все компании обрабатывают персональные данные. При этом некоторые компании только собираются распределить персональные данные, некоторые уже их разместили. Первое, с чем сталкиваются компании, когда речь идет о персональных данных, то что здесь не только нужно обеспечить защиту персональных данных, но также необходимо выполнить требования законодательства. И вот тут, по сравнению с теми докладами, которые были ранее, этот вопрос не такой, с одной стороны, вопрос будущего, это скорее некий полеоприземленный вопрос, но с другой стороны, мы поговорим об облаках, потому что здесь персональные данные будут располагаться именно в облаке. Требования при этом законодательства, они были разработаны не для облаков, они были разработаны именно для классических информационных систем, расположенных на территории заказчика. Требования, ну все, наверное, слышали про федеральный закон 152, закон о персональных данных, многие думают, что этим все ограничивается, я вас расстрою, этим все не ограничивается. У персональных данных это более 30 различных нормативно-правовых актов, огромное количество документаций, которые нужно знать и учитывать при защите персональных данных. Вот три основные, которые я указал, это фактически максимум, что нужно дать заказчику, все остальное можно доверить профессионалам. То есть здесь еще есть правительство 11.19, которое говорит о том, как определять уровни защищенности информационной системы персональных данных и основные требования по безопасности. И уже ближе к технике 21 приказ ТЭК, который утвердил состав содержания как организационных, так и технических мер по защите персональных данных. Но кроме этого, еще раз повторюсь, есть несколько десятков документов, которые регулируют те или иные аспекты защиты персональных данных. Что необходимо сделать? Ну, если вы как заказчик хотите самостоятельно выполнить все требования по защите персональных данных, это в принципе реально. Хотя достаточно продолжительно по времени и потребует выделения людей, которые будут на протяжении, например, полугода заниматься только этой темой. Потому что там нужно изучить большое количество законодательной базы. Какие этапы нужно будет выполнить? Во-первых, этап 0. Это провести обследование, изучить ваш бизнес-процесс, понять, где обрабатываются персональные данные. Разработать модель угроз, потому что от нее уже определяется, какими защитами вы будете применять. Разработать организационную распределительную документацию, а эта пачка бумаги, так скажем, получится не меньше, чем представлена на предыдущем сайте, которое касается количества законов, по законам и других нормативных документов. Разработать техническое задание, создать систему защиты персональных данных, реализовать эту систему, то есть купить средства защиты, информацию, различные программы, обеспечения, внедрить эту систему и аттестовать. Аттестовать требуется далеко не всем. В первую очередь это требуется государственным органам. Коммерческая компания тоже аттестует задаваемую систему защиты для того, чтобы был некий документ, который подтверждает, что все требования выполнены. Но если вы обращаетесь к нам, у нас есть обок ФСЗ-152, как обочного провайдера. И тут максимум, что вам потребуется разработать, это модель угроз. Если у вас есть информационные системы персональных данных, размещенные не только в обоке. Если в обоке, то мы предлагаем свою модель угроз. И тут уже тогда этого первого шага тоже нет. Разработать рекомендационную распределительную документацию. Несмотря на то, что вы располагаете в обоке информационные системы персональных данных, вы все равно обрабатываете персональные данные, вы являетесь оператором персональных данных. Но опять же здесь мы представляем услугу по разработке ОРД, и все эти шаги, они сводятся к нулю. Вы обращаетесь в нашу компанию, мы это все делаем. Максимум спросим вас, какой у вас уровень защищенности в ваших информационных персональных данных, какие хотите разместить в облаке. Если вот эта табличка из правительства 11.19, которая говорит о том, как определять уровень защищенности, если с этим возникают трудности, на этапе консультации мы помогаем определиться и с этим. То есть практически мы можем сделать все за наших клиентов, но мы не можем стать бизнесом наших клиентов. То есть нам тогда придется в свои уставные документы вписывать те виды деятельности, которые занимаются клиентами, набирать менеджеров, которые будут принимать звонки за клиентов. То есть клиент осуществляет сбор персональных данных. Но это фактически на базе облачного провайдера создавать новые бизнесы, что на самом деле и нереально, и незачем. Поэтому, так как вы поручаете нашей компании обработку персональных данных, в соответствии с законодательством, вы должны собирать согласие у субъектов персональных данных на поручение обработки персональных данных третьей стороне. В данном случае это является облачный провайдер. И что содержит такое согласие указано? Это не обязательно письменно. Письменно это обычно у работников компании собирают. То есть здесь собрались люди, которые занимаются сайтами, интернет-магазинами. То здесь достаточно акцепта поставить галочку о принятии согласия на сайте. Компания об этом будет дальше подробнее говорить. Какие здесь есть ключевые моменты, кстати, интернет-магазинов. Определение мер защиты информации. Опять же, оператор. То есть ваша компания должна определять эти меры защиты, как оператор персональных данных. То есть на кеми устройствами будете защищать данные в вашей сети, какое программное спечение будете использовать. Но мы вам можем помочь опять же здесь. То есть мы предоставляем в рамках данной услуги средства защиты на время использования данной услуги. И выбор ваш здесь будет сильно сужен. Но с другой стороны мы можем предоставить индивидуальные варианты, которые подойдут к каждому из наших клиентов. Какие мер защиты мы используем? Но здесь, кроме физической защиты, в центрах обработки данных там есть датчики движения, видеонаблюдения, есть система контроля управления доступа. У нас есть также такие средства защиты, как межсетевые экраны, то есть ограничивают передачу данных между разными сегментами. Но здесь сразу можно не бояться, потому что трафик данных каждого клиента, они в облаке изолированы, то есть клиенты между собой никаким образом не могут взаимодействовать. Предотвращение вторжения, то есть это обнаружение атак и защита от них, защита от вирусов, то есть различных зоовредного кода. Анализ защищенности, то есть определение периодическое, все ли защищено. Защита от несоцинированного доступа, то есть определение прав доступа, регистрация действий пользователей, администраторов и так далее. Ну и так далее. Целый ряд мер, которым мы классическим, которые требуют законодательства, еще добавляем дополнительные меры, можем предлагать нашим клиентам. Вариант размещения, то есть малые и средние компании в основном могут размещать все полностью в облаке, но крупным компаниям этого недостаточно, то есть у них бывает используют несколько облаков, используют на своей стороне информационные системы размещенные. И тут нужно думать о защите целиком, обработке всех персональных данных, которые есть у клиентов. Для того, чтобы мы осуществляли такую деятельность, у нас есть необходимые лицензии, их несколько десятков, они есть у нас на сайте, но для именно данной услуги облаков ФСЗ-152 важны две лицензии. Это лицензия в стеке по деятельности, на техническую защиту конфиденциальной информации. И тут важный момент, то что в данной лицензии должен быть пункт про аттестацию, потому что здесь выполняется аттестация. Ну и лицензия ФСБ на оказание высокого область шифрования информации технического обслуживания СКЗИ, то есть средства криптографической защиты информации. Эта лицензия позволяет во время услуги предоставлять такие средства криптографической защиты нашим клиентам. Дополнительные услуги, которые мы здесь можем предоставить. Разработка модели угроз, дополнительная УРД, комплекты типовые, если крупные компании, то типовые комплекты тех же самых рекламационно-распределительных документов для каждого типового филиала компании. Что получает наш клиент, пользуясь данной услугой? Он получает следующее. То есть, во-первых, уже аттестованное защищенное облако, соответствующему законодательству в этой сфере. Во-вторых, вам не нужно строить свою систему защиты, то есть покупать весьма дорогостоящие оборудования. Вам не требуется в таком случае нанимать большой штат и Т-специалистов, и Б-специалистов для того, чтобы выполнить все необходимые требования. В данном случае вы получаете это все в рамках услуги. При этом вы можете использовать любую другую услугу, одновременно с обыков С-152. Использованные средства защиты здесь не снижают SLA, то есть тот же самый SLA, получается, как и у всех остальных услуг обученного провайдера. Ну и возможность дополнительных средств защиты вы также получаете. Вообще, этот вопрос очень важен для наших клиентов. В целом, безопасность, обеспечение безопасности не только персональных данных, а любых данных, размещаемых в облаке. Здесь у нас есть все, чтобы обеспечить уровень защищенности даже выше, чем на площадке может обеспечить сам себе клиент. Дополнительные меры защиты и сервиса. Расскажу немножко о том, что предлагает наша компания. В основном это касается крупных клиентов, хотя для некоторой меры здесь и для малых и средних заказчиков тоже подойдут. Смотрите, здесь есть возможность управления средствами защиты информации самим заказчиком. То есть, допустим, это использование отдельных виртуальных мерчателых экранов и IPS, на которых политики может прописать, передачки изменять сам клиент. Мы предлагаем защиту от DDoS. Это от ведущих провайдеров защиты DDoS. Услуг защиты DDoS. Это в Axelit и DDoS GuardNet. То есть, вначале трафик попадает в сеть провайдеров защиты DDoS услуги, а там очищается, и к вам уже приходит чистый трафик. И такая услуга, как облачный WAV, то есть услуга по защите сайтов, интернет-магазинов от специализированных веб-атак, от которых классические межсетевые экраны не защищают. Касательно интернет-магазинов и их защиты в облаке, здесь немножко подробнее расскажу. Во-первых, чтобы соответствовать требованиям по защите персональных данных, вам требуется сделать следующее. То есть, чтобы вы брали согласие у пользователя, который регистрируется у вас на сайте, и это все соответствовало законодательству, там должны быть прописаны определенные моменты. Обычно они располагаются в положении конфиденциальности, или политика конфиденциальности, или политика защиты персональных данных. Кто как называет, это не критично. Потому что этот документ был выложен на сайте, и пользователь соглашался, что он прочитал и согласен с такой политикой. И там есть вот эти все моменты. Цели обработки персональных данных, какой состав их собирается, передаются ли третьим лицам и так далее. Перечень собираемых ПДН зачастую интернет-магазинами слишком излишен. Во-первых, зачастую спрашивают место прописки, место жительства, ваше предпочтение, день рождения. Ну, понятно, для чего это собирается. То есть и предпочтение пользователя узнать, узнать, когда день рождения, чтобы вовремя интернет-магазин поздравить, тем самым повысить твояльность клиента. Но нужно, чтобы это все соответствовало целям, которые у вас прописаны в ваших организационных распределительных документации. Потому что с точки зрения проверяющих органов, если собираются избыточные персональные данные, то это нарушение, и, соответственно, его нужно устранять. Необходимость уведомления Роскомнадзора, то есть чтобы попасть в реестр операторов персональных данных. Ну, на самом деле сейчас это не критично. Есть вы или нет в реестре операторов персональных данных, к вам все равно могут прийти. То есть это не только вне плановой проверки, а в том числе и плановой проверки. То есть Роскомнадзор смотрит в целом по базе зарегистрированных юридических лиц и не опирается только на реестре операторов персональных данных. И в законе о персональных данных есть информация о том, в каких случаях не нужно подавать уведомления в Роскомнадзор. Но практически все интернет-магазины не подпадают под данные исключения по той простой причине, что проводят маркетинговые акции, рекламные акции среди своих клиентов, используя инструменты своего сайта. Поэтому большинству надо будет подавать такое уведомление. Ну и нашумевший федеральный закон 242, который в прошлом году вступил в силу. Поднимите, все знают про закон 242? Кто знает? Так, три человека, нет, четыре. А, я думал, оператор тоже руку поднял. Закон касается того, где при сборе персональных данных должна находиться база данных, в которой собираются персональные данные. И такая база данных должна находиться в России. То есть если у вас интернет-магазин, работающий с Россией, полностью хостится за рубежом, и там же собираются персональные данные, то это очень серьезное нарушение федерального закона. Федеральный закон 242, он внес изменения в закон 152, то есть при сборе персональных данных, при помощи именно телекоммуникационной сети интернета, вот эти все описанные действия, они должны выполняться с использованием баз данных, размещенных на территории Российской Федерации. Уже потом вы можете, то есть никаким образом это не запрещает трансграничную передачу. То есть есть миф о том, что этот закон он запретил. Нет, ни в коем случае там не было слова передачи, то есть после сбора передачи, пожалуйста, в три страны для резервирования, для каких-то дополнительных сервисов, которые вы используете, работаете с другими странами, вы, конечно же, можете здесь использовать. Но при этом меры, адекватность мер защиты в другой стране вы оцениваете самостоятельно в соответствии с кондательством. Но обычно это достаточно просто, то есть вы смотрите, страна есть в Евроконвенции, в защите персональных данных, если есть, то все, адекватные меры защиты. Если нет, то тут тоже надо думать, смотреть их законодательство, изучать этот вопрос более детально. Если не осуществляет адекватных мер защиты та третья страна, куда вы передаете персональные данные, тут придется брать письменное согласие с ваших клиентов. То есть лучше в такие страны не передавать персональные данные, потому что письменное согласие, но для интернет-магазина это нереально собрать с клиентов. Обезличие персональных данных, зачастую, чтобы снизить требования и необходимые меры защиты персональных данных, выполняют обезличие. Допустим, выбирает, там, сокращает фамилию, датную букву, ну, например, как вы работаете в Сбербанке онлайн, да, то есть вы там перечисляете с карточку на карточку деньги и видите, кому вы печаляете. Вместо фамилии одна буква, да, и дальше имя учится. Ну, как вариант. Встек выпустил замечательный документ про методы и требования по обезличиванию, там написано, фактически можно использовать как руководство для таких действий. И надо помнить, что персональные данные интернет-магазинов, они не только в облаке, это в том числе и бумажные различные документы, касающиеся кадрового производства, которые есть всегда в любой компании, их тоже нужно защищать. То есть недостаточно только разместить данные в облаке и забыть. То есть мы в этом помогаем и полностью можем обеспечить защиту всех данных и привести в соответствие с законодательством. Еще раз разлюсь на ключевой мысли, которую я уже произносил в рамках доклада, то что, по крайней мере, для малых и средних компаний обычный провайдер может обеспечить уровень защиты гораздо выше, чем может сам себе позволить клиент на своей стороне. Потому что, во-первых, сразу приобрести все необходимые средства защиты не у всех бюджета позволяет. Во-вторых, не все могут позволить себе большую команду специалистов технических, как ИТ, так и ИБ. И, в-третьих, здесь мы можем предоставлять поддержку 24 на 7, что тоже не всем клиентам доступно самостоятельно. Поэтому переходите в оба кле и не бойтесь. Спасибо за внимание. Буду рад услышать ваши вопросы. Спасибо за доклад. У нас есть категория прям любимых вопросов. Это вообще интернет-магазины. Они являются все-таки операторами перс-данных или не являются? Потому что я, например, сам лично несколько раз видел такую штуку. Заказ, форма заказа. Написано, укажите ваши какие-то контактные данные. Ниже там приписка, но ни в коем случае не указывайте данные, которые являются перс-данными с точки зрения 152 ФЗ. Вот такая уловка, она вообще работает, не работает? Нет, не работает с точки зрения проверяющих. Потому что, во-первых, здесь при осуществлении заказа нужно осуществить доставку. Это нужно курьерским службам указывать данные, транспортным компаниям передавать данные. И, как я уже говорил, кроме онлайн-составляющей есть оффлайн у любой компании, которые тоже те же самые кадровые документы, они являются… Во-первых, в них обрабатываются персональные данные. Вопрос есть про защиту сайта. Сервисы защиты для сайта понижают скорость загрузки сайта? Ну, такие сервисы, как, например, защита от DDoS вносят небольшую задержку, но обычно она не критичная, особенно для интернет-магазинов, для таких сервисов она нечувствительная. Но у нас есть вариант технических решений, когда мы временно, именно во время шторма, включаем данную услугу для заказчика. И вот эта дополнительная задержка вносится только в момент массированных атак. Видимо, речь идет про облако 152 ФЗ. Проводите ли вы ревью программного кода клиентских решений? Ну, это как дополнительная услуга может быть произведена. То есть, действительно, есть такие решения, которые проверяют на уязвимости исходный код. Вот. Ну, на самом деле, нас крайне редко от таких услугов спрашивают, но мы можем такое обеспечить. А есть какие-то лимиты, ограничения, когда вы это делаете, когда они делаете в зависимости от, начиная с языка программирования, заканчивая объемом года? Существующие средства именно анализа исходного кода, они позволяют практически для любого языка программирования провести такие действия. Спасибо, Алексей, еще раз за доклад. Спасибо.